Hi, it's Elena. Я приветствую вас, друзья, на бесплатном канале по изучению английского языка по школьным программам. Сегодня урок для третьеклассников по программе Кузовлёва English 3. Мы продолжаем с вами пятую главу, пятый юнит, и сегодня урок четвёртый, который называется так. I can describe everyone. Я могу описать каждого. В этом уроке будет много игр, направленных на практику описания внешности человека. И начнём мы с вами с первого задания. После урока у детей в классе Анны была вечеринка. Они играли в разные игры на вечеринке. И здесь будет игра у вас в классе What do they look like? Под первым пунктом вам нужно будет описывать ваших друзей, которые были на вечеринке. Это задание вы будете выполнять в классе, в школе. А под вторым пунктом мы с вами выполним вместе упражнение. Опишите человека, который у вас получился. И вы видите, что у нас есть картинки одной головы. И ваша задача представить, как же будет выглядеть весь человек. Для того, чтобы описать человека, который у вас получился, вы можете пользоваться словами, фразами, которые даны в голубой рамочке. И сейчас давайте мы с вами опишем, например, девушку, которая вот дана у нас слева, по вот этой схеме. This is a girl. Her hair is blonde. Это девочка. Её волосы светлые. Her eyes are brown. Её глаза карие. She has got long legs. У неё длинные ноги. She wears beautiful clothes. Она носит красивую одежду. Некоторые человечки, как вы видите, выглядят очень даже смешными. Вот, поэтому пользуйтесь своей фантазией и придумывайте, как же выглядит дальше тело этого существа, да? Как, например, вот у нас данные с вами справа с голубой кожей человечек, с зелеными большими ушами и так далее. Поэтому включайте фантазию и описывайте. В следующем упражнении номер два – игра полицейский. Это тоже игра, которая будет в классе. В своей группе вы выберете полицейского, и этот ученик выйдет из класса. Из тех, кто останется в классе, вы выберете одного правонарушителя. А все остальные будут свидетелями. И задача свидетелей будет описать внешность и одежду правонарушителя. А полицейский, который потом войдет в класс, должен угадать, о ком идет речь. Также описать человека можно будет по схеме слова, данные в голубой рамочке, которые вы можете взять за основу. It's a girl или it's a boy. Это девочка или это мальчик. She is. Здесь вы можете сказать, какой он по росту. She is tall, например, она высокая. Или she is short, она невысокая. Her hair is. Её волосы. Какие? Описывайте. Her eyes are. Её глаза. Также какие описывайте. Затем. Her nose is. Её нос. Какой? Small or big. Маленький или большой. И she wears. Она носит. И описывайте, во что она одета. Все слова и фразы вам знакомы. Мы проходили их в предыдущих уроках. Я надеюсь, что игра у вас получится увлекательной и интересной. Дальше переходим к четвёртому заданию. Role play. You and Anne are talking about New Year and Christmas parties. Вы и Anne разговаривают о новогодней и рождественской вечеринках. What will you ask her and tell her about? О чём вы расскажете и расспросите друг друга? И в этом задании даны два диалога. Мы сейчас их зачитаем, переведём. И, конечно же, здесь нужно будет продолжить фразы. Описание костюма, например, как во втором диалоге. В общем, давайте начнём с первого. Did you have a New Year party? Была ли у вас новогодняя вечеринка? Ответ. Yes, we did. Да, у нас была. What funny costume did you wear? Какие смешные костюмы вы одевали? I was puss in the boots. Я был котом в сапогах. What was your funny costume like? Как выглядел твой весёлый костюм? И здесь нужно продолжить предложение. Что было одето на вас, если вы в костюме, например, кота в сапогах? И предложение начинается. I wore big boots. Я надевал большие сапоги. A suit – костюм. And a hat. И шляпу. Можно ответить таким образом. Если у вас костюм будет другой, например, вы девочкой одевали костюм Золушки, то, естественно, здесь уже вам нужно будет описать, какое платье у вас было, какого цвета, какие туфельки и так далее. Второй диалог. What funny costume did... И здесь мы уже можем поставить. Например, какой смешной костюм одевал твой брат? Таким образом будет звучать вопрос. Мы уже спрашиваем про другого человека, не про вас. Можно сказать your mother – ваша мама что надевала. Или спросить, как ваш папа или сестра и так далее. И затем мы отвечаем, если речь идёт про брата. He was Pinocchio. Он был Pinocchio. В костюме Pinocchio. Was the funny costume beautiful? Был ли этот весёлый костюм красивым? Yes, it was beautiful. Да, он был красивым. И в последнем предложении нужно описать, что же одевал Pinocchio. И, например, He wore brown shoes, a yellow hat and red shorts. Он одевал коричневые ботинки, красные шорты и жёлтую шляпу. Вот таким образом можно выполнить это задание. И на этом пятая глава подошла к концу. Это был последний урок в ней. Делитесь этим видео со всеми, кому этот урок будет полезен. С вами была Елена. Всего доброго. Bye!